В эфире телеканал Вайтон ТВ, программа с большой буквы, в студии я ведущий Александр Гуралье и военный эксперт, политический эксперт, дипломат Цви Маген, экс-посол Государства Израиля в России и Украине, экс-директор Натив, вы меня в прошлой передаче поправили, что я не назвал это. — Здравствуйте. И мой первый вопрос касается того, что происходит сейчас в Соединенных Штатах. Инициируют, Конгресс начал процесс импичмента, собирается инициировать импичмент. Поводом для импичмента явилась информация о том, что в телефонном разговоре с президентом Зеленским Дональд Трамп попросил некую конфиденциальную информацию, а точнее накопать компромат на своего политического соперника. — Как пошла та информация? Ведь сказал об этом какой-то высокопоставленный сотрудник разведки. Имеет ли право сотрудник разведки разглашать такую информацию? — Много шума, по-моему, из ничего, но надо разобраться. — Кому это выгодно, да? — Ну, смотрите. Во-первых, этого президента, не хочу сказать несчастного, но все же непростого президента, преследует достаточно серьезные организации в Соединенных Штатах, в частности оппозиция, демократы и в немалой степени другие, не обязательно политические оппоненты, но все же достаточно крутые. — Но он мешает многим, да. — Он мешает многим, да. И поэтому на него ведется охота и хотят его убрать. И как убирать президента, то если, во-первых, доказать его какие-то там юридические преступления или проблемы, например, на него было несколько, завели несколько дел по вопросу, касающийся России, например, да, что он пытается в ущерб Соединенным Штатам разрабатывать те или иные программы совместно с Россией по отношению к России. — И до последнего времени давали ему покой. Например, в этом активно участвуют европейцы тоже, которым не нравится смена политики по отношению к России тоже. — Но общий знаменатель — это тот же. Общий знаменатель такой, что надо убрать этого президента, поэтому все пути хороши. Теперь вторая возможность — это, естественно, импичинг, если он попадется на чем-то конкретном, горячем, юридически необоснованном. Например, вот в данном случае речь идет о сговоре, скажем, с главой другого государства против какого-то там своего гражданина или игрока на американском политическом поле. — Кстати, извините, наши украинские коллеги тут в социальных сетях пишут, что Украина вообще поднимается в собственных глазах. — Украина способствует импичменту президента. — Так, использовали просто эти оппоненты, политические оппоненты использовали недоказанную возможность, еще надо доказать, и он, по-моему, не очень испугался. И пытаются нагреть на этом руки, если так условно сказать, поэтому это один из пик вопросов. Ввиду того, что он вязан с внешней политикой, с Украиной, с Россией в какой-то мере, то это становится интересно, скажем, другим государствам. Но в принципе речь идет о политической борьбе или противостоянии в политической системе Соединенных Штатов. Будет ли импичмент, докажут или не докажут, нам непонятно. Мы не знаем всей информации, мы даже не знаем, что конкретно он там обсуждал с Зеленским, касающийся... — Он просил компромат на сына Байна. — Ну, компромат, ну да, но о чем речь? Какой компромат? С каких пор Зеленский тут, не знаю, задействованы, замешаны? Зеленский или его предыдущие, скажем, политические... — Предшественники его, да. — Да, предшественники. И в этом отношении не исключено, что что-то там было. Но это не касается Украины как таковой, по-моему. Это касается тех или иных, скажем, действий, активных действий американских или деловых, или политических людей, в данном случае на территории Украины, с теми или иными. Они постоянно присутствуют, они постоянно делают, ведут свои дела-то. Так что ничего нового в этом отношении нет и, по-моему, быть, не может. Но это попался Зеленский под горячую руку. Параллельно следует заметить, что параллельно идет процесс, который тоже не следует упускать из вида. Не касается импичмента, а касается контактов с Украиной. Есть контакты с Украиной у президента Соединенных Штатов. Основной вопрос, который там обсуждается, по-моему, вопрос продолжения каких-то там мирных переговоров или вообще переговоров по вопросу отношения с Россией. И параллельно не исключается, что и с Россией тоже нечто проводится на эту тему. И, например, тот же Зеленский, по-моему, уже встретился с Лавровым в том же Нью-Йорке. Идет какая-то серия контактов. Я не исключаю, что эти контакты кому-то тоже могут мешать. Поэтому иногда увязывают политические интересы с разными техническими или бюрократическими элементами, например, для того, чтобы испортить кому-то праздник. Так что у нас тут два отдельно взятых вопроса. Поэтому очень акцентировать Украину в контексте импичмента. Тут не Украина виновата, а тут виноват тот или иной, даже сам президент или его люди, которые так иначе борются или противостоят друг другу. Это могло быть в любом другом государстве тоже. Отдельно взятый вопрос, или отдельно стоит вопрос, касающийся начала или продвижения мирного процесса, мирных отношений между Украиной и Россией. И Соединенные Штаты тоже очень задействованы, по-моему, в этом процессе. И, по-моему, есть какой-то сдвиг и со стороны Украины, при помощи Соединенных Штатов, которые к этому подталкивают, и со стороны, по-моему, России тоже. И не исключено, мы уже обсуждали, так напоминаю, просто не исключено, что это увязано из Ближнего Востока. Это может быть тоже разрабатывается, там какая-то круговая сделка, касающаяся, если не на Штатов с Россией, по Ирану или по Ближнему Востоку. В целом, включая Иран и по Восточной Европе, включая Украину, вот этот комплекс проблем не исключено, что может решиться единовременно. То есть большая сделка, в которой все участники имеют определенные свои цели, и американцы, в частности, готовы пойти на какие-то, так сказать, уступки, сдать какие-то пряники участникам для того, чтобы взвинуть дело с мертвой точки. Например, мы с вами в предыдущей передаче говорили о том, что не исключено, что если пойдет мирный процесс между Россией и Украиной, то американцы будут содействовать ослаблению санкций против России. Совершенно верно, об этом идет речь. В конце концов, призв всех этих сделок, это и санкции против России. Для того, чтобы это получить или этого достичь, надо так или иначе договориться с Западом по Украине, со самой Украиной, потому что санкции они западные, и по Ближнему Востоку не исключено, и не только по Сирии, потому что Сирия не тянет, скажем, на конкуренцию по этим вопросам, но и по иранскому вопросу – да, однозначно. Поэтому тут не исключена большая сделка, включающая все эти аспекты. Подождем, мы, наверное, увидим. А как в связи с этим можно расценивать фразу, брошенную президентом Трампом на его выступление в Организации Объединенных Наций, о том, что мы вообще не собираемся, единолично, так сказать, продолжать помогать Украине, мы вообще можем прекратить это сделать, имеется в виду финансовая помощь, а пускай европейцы тоже подключаются. Это дело не касается, это отдельный вопрос. Тут есть разборки между Соединенными Штатами и Европой. Европа не занимает адекватных позитив в американских глазах. У нее свой подход, свое мнение, и она более жестко относится и к противостоянию с Россией, и там, что происходит в Украине, поэтому это оттуда идет такое мнение. Ну, говорит, вы решаете украинские вопросы за мой счет. Вы там настаиваете на том, что Украина должна или не должна чего-то там делать, а... А плачу-то я. Да, плачу-то я. Я там посылаю, скажем, финансовую или военную помощь Украине. Я нахожусь в тех или иных контактах с другими игроками на этом поле, в той же России, а где вы? Поэтому давайте, участвуйте, платите или помогайте. Они во всем случае, но в основном, что имелось в виду, не мешайте. Но они мешают ему не только по Украине. Вот, в частности, президент Макрон заявил о том, что он выступает посредником между Ираном и Соединенными Штатами, на что ему дядюшка Джо бросил фразу, что я не нуждаюсь ни в каких посредниках. Совершенно верно, они сами справляются. Но это существует, так что весь этот комплекс вопросов также увязывается. Это, смотрите, это не обе какое-то там дело, это основной клубок проблем на глобальном уровне в мире. Это основное. То, что сейчас, если это сочетать вместе Ближнем Востоке и Украину, противостояние Запада с Россией, и очень активным проявлением интереса со стороны разных Китая, весь этот клубок, это основная площадка. И там идут разборки, совсем непростые разборки, еще непонятно, чем это может кончиться. А может кончиться по-разному. Ну, естественно, там есть вопросы, отдельно взятые вопросы, там контроль о вооружении, развитие вооружения. Но это то, это не основные пока. Основной вопрос, как мы сейчас решаем или не решаем те или иные конфликты. Не проекты, а конфликты. И в этом контексте и Иран, и Украина, это конфликты, и это конфликтная зона. Цвин, но ведь Трампу необходимо сейчас, в ближайшие месяцы, какие-то серьезные подвижки в международной арене, в первую очередь, у него на носу выборы. То есть ему надо показать, что он что-то сделал. Все вот его эти проекты, там, скажем, добился возобновления мирных переговоров между Украиной и Россией, или, наконец-то, посадил Иран за стол переговоров. На это отвечаю так. У Трампа комплексный подход к внешнеполитическим проблемам Соединенных Штатов. Если он сумеет всю эту многоходовку решить разом, то он практически получает все... То есть второй срок ему обеспечен? Ну, как минимум второй срок, потому что он получает разом выигрышную ситуацию. Смотрите, он играет параллельно и с Дальним Востоком, в смысле, с Северной Кореей, и ведет к переговорам. Не важно, что говорят ежедневно, что мы такие-сакие не хотим, не любим друг друга, и продолжим не знаю, что делать. Но они говорят. А московские комментаторы говорят, что вообще, вот видите, Трамп-то обломал зубы об Кенченера. Говорят, но Трамп сумел и корейца приволочь, он работает и с Китаем, и давит на Китай, и не исключено, что получится, потому что Китаю, в конце концов, тоже санкции не нужны, и противостояние с Соединенными Штатами не нужно, они хотят достижения, а не противостояние. Он на этом поле играет, он играет с Россией. И все, что мы раньше упомянули, это противостояние Трампа с Россией, и Россия готова на переговоры, в конце концов, Россия до данного момента пока платит за все это дело санкциями, и поэтому она заинтересована эту обстановку сменить. Естественно, Иран, несмотря на все теракты и другие телодвижения, в конце концов, это торг за договарной процесс. Он торгуется, что там больше или меньше даст или получит. Но если весь этот комплекс увяжется разом, а он туда идет, потому что все эти ходы увязаны, то получается, что Трамп в выигрышном состоянии, или как минимум часть из них, или сможет доказать, что правильный процесс куда-то ведет. Ну а что там будет на выборах, это отдельный вопрос, я ничего умного сказать пока не хочу. — Спасибо, спасибо большое. Но вообще такое ощущение, что это все большой восточный базар. Все между собой торгуются, да, и при этом прикрывают свою торговлю красивыми фразами, красивыми высокими, так сказать, фразами, высокими целями, а на самом деле обычный базар. Спасибо, спасибо ЦВМ агенту, спасибо большое. С праздником вас. Дорогие друзья, всего доброго. Программа с большой буквы прощается с вами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин